Так, хорошо, значит, мы с вами в прошлый раз определили проектор РИССА. Значит, оба они отображают пространство L2 в себя, только L2 разное. Вот есть проектор РИССА, который задан на L2 напрямую. И он действует так. PF – это вот что такое. Это мы берем F с крышкой преобразования Фурии, умножаем на характеристическую функцию положительной полуоси, а потом берем обратное преобразование Фурии, все в смысле L2. И на окружности он той же самой буквой обозначается, хотя и другой операторов. На окружности он действует таким же образом, значит, только вместо такого преобразования Фурии рассматривается ряд Фурии. Значит, вот берется снова, берутся коэффициенты Фурии функции F, и берется кусок ее ряда Фурии. Ну, давайте, да, давайте так вот напишем, или Z, неважно. Z – это, значит, Z – это, опять же, E в степени и θ, которые соответствуют неотрицательным индексам. Вот, обе формулы можно так записать, что PF с крышкой равняется F с крышкой на характеристическую функцию. Значит, ну, я не знаю, можно записать одинаково, имея в виду, что в первом случае это вещественная полоса, в втором случае это Z с плюсом. Значит, в первом случае, ну, это буквально вот аналог этой формулы, я просто то же самое написал. В втором случае, если под F с крышкой я понимаю коэффициенты Фурии, значит, во втором случае преобразование Фурии – это просто набор коэффициентов. Значит, берутся коэффициенты Фурии и сохраняются от них только те, у которых не отрицательные индексы. Ну вот, и я собираюсь вам объяснять, что эти операторы, значит, в L2, они, конечно, непрерывны. Про второй тут и говорить нечего, там просто из-за ортогонального разложения, про первый теорема Планшереля. Вот, я собираюсь вам объяснять, что они непрерывны во всех Lp, с P строго между единицей и бесконечностью. Вот, ну, для этого удобнее рассматривать не такие операторы, а немножко другие. Вот, давайте рассмотрим такую функцию. М от Кси, скажем, это минус И сигнум Кси. Знаете, как сигнум по-английски написать сокращение? Согранное. Да, у нас при этом вот так вот, а по-английски пишут без И. Минус И на сигнум Кси. Значит, ну, в общем, это более-менее функция, похожая на вот эту вот самую характеристическую функцию отрезка от нуля до плюс бесконечности, потому что, ну, вот эта функция с одним разрывом, она постоянная на двух лучах, и, значит, у нее, собственно, одна только точка разрыва. Здесь тоже функция постоянная на двух лучах, только у нее одна точка разрыва. Единственное, что, значит, в этой точке разрыва вот эта функция принимает значение такое же, как на одном из двух лучей, а эта функция принимает в точке разрыва значение 0, а на двух лучах значение плюс и минус единицу. Значит, эта функция принимает два значения, это три значения. Таким образом, если я возьму характеристическую функцию, вот так вот, если я напишу такую штуку, значит, единица плюс и на m от кси. Значит, что там получится? Значит, минус и на и, это будет плюс один, да, и, значит, нужно будет к единице, да, и вот еще, поделим, вполам такую штуку. К единице надо будет добавить, значит, самый сигнум и поделик вполам. Значит, на положительной полуоси получится единица, на 30 полуоси получится 0, и в 0 получится, что там, половина, да. Это вот равно, значит, единица, когда кси строго больше нуля, половина, когда кси равно 0, и 0, когда кси строго меньше нуля, да. А теперь давайте посмотрим на оператор, который примерно таким же образом, как проектор риса, соответствует характерической функции луча, соответствует этой самой функции m. Значит, этот оператор обозначается символом h, и действует он так, hf равняется, опять же, с крышкой, равняется f с крышкой на m. Значит, он, опять же, бывает в двух ипостасях, и обозначаются одинаковые буквы. У нас путаницы не возникнет. Собственно, я имею в виду два разных оператора. Один на прямой, на l2 на прямой, а другой на l2 на окружности. Значит, смотрите, пожалуйста, если у меня f, вот пусть, значит, случай прямой. Значит, если f лежит в l2 от r, тогда f с крышкой тоже лежит в l2. Потеряем планшу Реаля, после того, как я умножу его на ограниченную функцию, значит, я осталась в l2. Вот, и после этого я могу взять обратное преобразование Фурье, тоже в смысле l2, и получить вполне определенную функцию из l2. То есть это вот оператор ограниченный в l2, и более того, у него норма равна единице. Видно, что норма равна единице, потому что m не меняет норму, умножение n не меняет норму в l2. Ну и то же самое, если f лежит в l2 от t, значит, то та же формула годится. Просто под f с крышкой поднимаются коэффициенты Фурье функции f. Значит, они умножаются на m. Что происходит? Значит, коэффициент с номером 0 зануляется вообще, его не будет совсем. А остальные коэффициенты, значит, некоторые умножаются на плюс 1, которые имеют положительный номер, а другие на минус 1. А потом я с этими новыми коэффициентами вставляю ряд Фурье, начнут сходиться в l2, разумеется. И тоже этот оператор будет иметь норму 1 в l2. Так что вот он так вот определяется. И проект РИСа с ним понятно, как связан. Формулы будут немножко разные на прямой и на окружности. Сейчас понятно, почему они будут разные, потому что вот эта функция, видите, она отличается от характеристической функции луча от 0 до бесконечности всего лишь в одной точке. И на прямой это нам не важно, потому что все с точки, что там множество мира 0, это же вот в l2 все происходит, да, поэтому какая там разница, что там будет в этой точке. А на окружности там это вовсе не множество мира 0, это вот целая, так сказать, вот. Так что вот прямая вот из этой формулы вытекает, что F плюс IHF равняется PF. Так. В l2. Вот. А на окружности что будет? На окружности, значит, F плюс IHF, чему что будет равно, значит, ну вот один коэффициент у нас будет не совсем такой. Это будет PF минус 1 вторая F с крышкой от нуля, минус константа. Значит, здесь константы лежат в l2 на окружности, поэтому все хорошо. Вот так вот, да? Вот. Такие получаются две формулы. Но так или иначе, и в том, и в другом случае, эти самые операторы P и H выражаются друг через друга. Так. И мы же хотим доказывать ограниченность оператора P во всех LR, с R строго меньше единицы, строго больше единицы и меньше бесконечности. Ну, так все равно, это все равно, что H рассматривает, да? Значит, вот давайте будем заниматься именно оператором H. Сейчас поймете, почему я вот для него вот другую формулу выведу просто-напросто, и вы видите, что вы его знаете. Значит, вот такая теорема. Я потом ее немножко уточню. Значит, для R оператор H ограничен в LR. Т, R, 3, R, вот таких вот. И для окружности то же самое. То же самое. Для окружности то же самое. Ну, вот когда мы это проверим, тем самым мы и для проекторов Лисса докажем такую же ограниченность, разумеется. Значит, вот раз такие формулы есть. Теперь, ну, я повторю, как, что это означает. Видите, вот такую формулу для H, как тут написано, можно написать, ну, вот на функциях из L2 только. Потому что там преобразование Фурии и обратное преобразование Фурии свободно действует. Смотрите, пожалуйста, вот даже, скажем, где еще? Есть еще класс, где преобразование Фурии действует свободно. Это класс функции Шварца, значит, класс S. Но на этом пространстве тут возникнет некая проблема, потому что после того, как я умножу, вот пусть F из класса Шварца, тогда F с крышкой из класса Шварца, а эта функции уже нет, потому что не разрыв появляется, да? Потому что с классом Шварца здесь плохо как-то немножко так вот. Вот формула не работает, вот прямо так, значит, и формально говоря, прямо так его определить нельзя, значит. Вот, а так он определён на функциях из L2, таким вот образом. А что значит, чтобы он в LR непрерывен? Ведь на LR он вообще, говоря, не задан. На LR же, вот давайте случай прямой рассматривать, значит. Ну вот на окружности, скажем, при R большем двойке LR лежит в L2, значит, поэтому он там тоже задан как-то, и поэтому можно спрашивать. А при R меньшем двойке она там не лежит, и непонятно, значит, как спрашивать. Вот, а на прямой там вообще LR в L2 наперекосяк, значит, так сказать, вот ни одно в другом не содержится, и поэтому что это означает? Оператор не задан на этом пространстве. Но дело в том, что он во всяком случае задан на LR, пересечённое с L2. Вот тут он уж точно задан, правильно? Вот, и эта самая ограниченность понимается так, что вот такое вот неравенство HF в LR меньше либо равно константы на F в LR, оно выполнено для F из этого пересечения. Точно так же, как я про проектор РИСа в прошлый раз говорил, оно выполнено для таких вот функций, ну а после того, как мы знаем, что для таких функций оно выполнено, это ведь множество плотно в LR, и тогда этот сам оператор HF может по непрерывности продолжить на всё LR. То есть вот оценка означает, что он на самом деле там действует, что он продолжается автоматически по непрерывности, значит, вот, то есть вот имеется в виду вот такая вот оценка в этой теореме. А уж потом, когда она доказана, тогда он как-то может продолжить на LR, и это продолжение уже, в общем, это не по этой формуле совсем, потому что тут, ну, есть препятствие для того, чтобы её применить. Вот. Ну, а теперь давайте... Значит, формула для H. Сначала давайте напрямую. Ну, чего же, значит, вот HF – это обратное преобразование Фурия от этой штуки, да? От этой штуки. И, значит, как там надо написать? HF – это, значит, я пишу предел при, скажем, F стремившейся к бесконечности, интеграля от минус R до R, F с крышкой от ξи, значит, а тут будет минус I с игром ξи, значит, E в степени 2π HF от x, скажем, да, от x. 2π и x кси d кси. Значит, вот такую формулу можно написать, как она понимается. Мы же ведь в L2 живём, у нас вот F из L2 изначально, значит, это самый предел в L2. Предел в L2. Почему я пишу так? Ну, потому что я хочу, чтобы у меня тут возникла суммируемая функция, значит. Вот эта функция не суммируема, правильно, значит, на всей оси, а на отрезке от минус R до R она суммируема. Вот. И что получается? Получается, что вычисляю преобразование в Хурье произведения, правильно? Ну, и мы знаем, что вот здесь можно использовать все там или один формулы, вот какие, значит, у меня были, да. Вот. И, значит, когда мы переписываем это через F, да, то получается свёртка функции F с преобразованием Фурье от этой функции. С обратным преобразованием Фурье от этой функции, да? Как там сейчас? Ну вот, я напомню, значит, нашу стандартную формулу для L1. Значит, если F и G лежат в L1, то интеграл по R F G с крышкой равен интегралу по R F с крышкой G, да? Ну вот, ну и вот после этого, значит, что тут у нас в качестве G фигурирует? В качестве G фигурирует вот эта вот штука. G равняется минус I сигнум кси на E2Pi. Да, значит, на характеристическую функцию, значит, отрезка от минус R до R от кси и ещё вот на эту самую, на E в степени 2Pi и х кси. Напрямой всё происходит, потому что никакого скалерного произведения нету. Вот, и, значит, когда я вот эту вот формулу пишу, значит, тут уже всё суммируемо, значит, вот из-за того, что появилась эта самая характеристическая функция. Вот, и, значит, я должен писать здесь преобразование Фурье от этого дела. А преобразование Фурье от этого дела, значит, это преобразование Фурье от этой функции, сдвинутое там на что-то такое, значит, на кси или на минус, подождите, на х или на минус х. Вот, сейчас, отпускай, х – это минус и сигнум кси на характеристическую функцию от минус R до R от кси, так, это вот H, так, тогда, значит, сейчас, если я её сдвигаю вот на это вот, вот, а потом беру преобразование Фурье, это получается так. Так, значит, преобразование Фурье я умножаю на Е в степени минус 2π и Т кси, а потом туда х, значит, от Т минус х, да, значит, вот это вот H, а если я H умножаю на Е в степени 2π и х кси, то вот преобразование Фурье этой штуки в точке Т будет равно H с крышкой от Т минус х, вот так вот вроде бы, да, получается. Так, я не набрал они где-то с плюсами и минусами? Нет, не набрал вроде бы. Ну да. Вот, значит, тем самым, вот я могу написать, что эта вещь, есть предел при R стремящемся к бесконечности в L2, опять же, в L2 напрямой, вот от такой штуки, значит, интеграла от минус бесконечности до плюс бесконечности, так, F от Т, H с крышкой от Т минус х, ДТ. Что? Нет, 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 нет. Вот такая формула, да? Такая формула. Здесь G, это вот это вот, значит, здесь имеется интеграла от минус R до R, да, значит, а здесь он исчезает, это самое R, значит, на самом деле, вот H с значком R надо бы написать, там H от R зависит. Вот давайте, значит, вспомним, что H зависит от R. H равняется H с значком R, вот, давайте писать H с значком R, вот. И, значит, теперь нужно вычислить преобразование Фурия вот этой функции, что, в общем, вычисляется, значит, понятно, что это считается просто так, значит, давайте сосчитаем. H с крышкой R от, там, что там, надо, Т, да, Т. Это интеграл от минус R до R, минус I в сигнум кси, E в степени минус I в сигнум кси, да? Ну, тут сигнум, видите, значит, сигнум, значит, я могу разбить интеграл на две части, от нуля до R от минус R до нуля, вот, и в интеграле от минус R до нуля я могу сделать замену переменных, значит, там пойдет минус, да, значит, будет, что же, интеграл от нуля до R, сначала я пишу ту часть, которая вот тут же достается, значит, минус I будет, да, на E в степени минус I кси T, вот так вот, да, вот, а от второй части что пойдет? Значит, будет от сигнума минус единица, значит, будет плюс I, вот, и потом я должен буду сделать замену переменных, значит, ну, вот здесь еще будет знак, значит, минус E в степени I кси T, D кси, вот так вот, да, минус I, значит, вот так вот, плюс, вот, верно все, вроде бы, да, ну вот, I выносится, значит, да, скобка должна быть квадратная, потому что я сказал квадратную скобку, значит, I выносится, остается, значит, что там, ну, синус остается, правильно, I синус, там, два I синус, так, значит, I я вынесу, остается 2 I синус кси T, значит, и умножить еще на I, значит, минус 2 интеграл от 0 до R синус кси T декси, так, все правильно, вроде бы, да, но это благополучно берется, значит, она будет минус косинус кси T поделить на T, да, значит, вот двойная подстановка, плюс потому что интеграл от синуса минус косинус, вот, ну и, наконец, получаем, что тем самым H с крышкой от T равняется, значит, да, простите, пожалуйста, значит, что там, P пропустил, значит, 2P там еще было, да, извините, значит, вот здесь, почему я это написал, это минус I на 2P, так, значит, тут синус 2P должно быть во всех показателях, значит, значит, 2P, вот, значит, тут тоже будет синус 2P, ну, первообразное от синуса кси T по кси, да, конечно, весь косинус-то, я так имел ввиду, вообще-то, вот, и тут, тут, значит, да, и причем делить на 2PiT, 2PiT, и тут 2Pi, вот так вот, вот так правильно, да? Исправили все, да? 2Pi вставили куда надо? Вот, значит, ну, двойка сокращается, значит, получается единица на Пи, значит, значит, что-то знак у меня не сходится, подождите. Ну, а, нет, ничего, нормально. Единственное, Пи, значит, косинус 2PiRT делить на T минус единица делить на T. Значит, заметьте, что особенностей в нуле этой функции нет, потому что косинус в нуле равен нулю, значит, там, все… Косинус в нуле равен нулю? Единица, то есть единица, вот, тому, что тут стоит, поэтому, вот, если я напишу это в виде дроби, знаменатель будет в нуле равен нулю, значит, там, ну, это дифференцируемая функция, значит, особенностей никакой нет в нуле, значит, все это, все это, значит, вот, хорошо. Ну, и тем самым, что получается? Получается такая формула, что HF от Х, значит, мне нужно написать вот эту штуку от T минус Х, правильно, значит, HF от Х равняется единице на Пи, предел при R, стремящемся к бесконечности, и предел вольт-2 берется, значит, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, F от T, а там эта штука берется от T минус Х, так я хочу от Х минус Т, значит, от Х минус Т, а тогда нам придется местами просто поменять слагаемые, значит, единица на Х минус Т минус косинус 2ПР. Т, значит, Х минус Т, поделить на Х минус Т, вот такая вот вещь, значит, ДТ, вот. Ну, и пока ничего худого нету, значит, в общем, ну, вот, получился такой интеграл, мы знаем, что предел существует, потому что, вольт-2, потому что, значит, вот предел этих, да, значит, предел вольт-2 этих функций существует, потому что он существовал с самого начала, вот здесь он существовал, но и поэтому тут он тоже существует. Вот. Ну, а теперь давайте этой формуле придадим некий более привычный вид, вот, чтобы вы узнали нечто, что у нас было на первом курсе. Значит, смотрите, пожалуйста, ну, вот здесь вот вместе эти два слагаемые, значит, не имеют особенности в нуле, значит, он сокращается, да, но каждый из них по отдельности имеет особенность в нуле, вот. Можно еще так написать, это свертка ведь, да, значит, можно написать еще так, вот так мне, пожалуй, будет удобней. Значит, вот давайте еще раз перепишем, hf от x, это предел при h, имеющейся к бесконечности, единица на π, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, f от x минус t, а здесь будет единица на t минус косинус 2πRt поделить на t, вот, dt. Значит, вот такая вот вещь. Значит, опять же, по отдельности здесь особенностей нету, а теперь вот давайте все-таки мы эту игру надобро разобьем. Значит, вот я хочу интегрировать отдельно с функцией единицы на t и отдельно с функцией вот этой вот. Вот, значит, ну понятно, что отдельно они не существуют вообще говоря, потому что, ну, чего там, значит, несуммируемая особенность. Да, но тем не менее можно, значит, вот давайте теперь сузим класс функций, на которых мы это делаем. Вот, считаем дальше, что f непрерывно дифференцируема и имеет компактный носитель. Вот, я напомню, что этот предел в L2, так, в частности, по какой-то последовательности индексов он почти всюду. То есть, вот, на самом деле, для любой функции ZL2 эта штука сходится, значит, ну, по крайней мере, по какой-то последовательности индексов, там, для почти всех x. Вот, а теперь мы покажем, что если f такая, то этот предел существует вообще для всех x, и, значит, мы его сейчас вычислим. Вот, а именно, значит, дело в том, что функция, которая здесь стоит, нечетна, да? Поэтому я интеграл с константой, с любой константой, равен нулю. Поэтому я могу вычесть отсюда любую константу. Значит, ничего худого не случится, потому что функция f с компактным носителем. Тут интегрирование всего лишь, значит, как там? Вот, когда x фиксировано, да, когда x фиксировано, интегрирование всего лишь по сдвинутому носителю функции f. Поэтому любую константу я могу вычесть, ничего на… Откуда мы хотим вычесть константу? Из f. Тогда интегрирование перестанет… Из f я вычету константу, значит. f у меня теперь с компактным носителем, да? Поэтому от того, что я вычету константу, расходимости никого не добавится, правильно, значит? Сейчас добавится. Эта штука нечетна, да? Значит, если интеграл от нее по симметричному промежутку равен нулю… А, да. Значит, интеграл от нее с любой константой по симметричному промежутку равен нулю. Значит, если я вычету отсюда константу, а мы же интегрируем, на самом деле, по некоторому довольно большому конечному симметричному промежутку, значит, при фиксированном x, значит, лишь бы он содержал носитель самой сдвинутой функции, значит, да? Вот фиксируем х и пишем, что hf от х равняется пределу… Ну вот, не знаю, не это пишем, а пишем правую часть этой формулы. Вот правая часть под знаком предела, есть вот что. Это есть P, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, и f от х минус t минус f от х, х фиксируем сейчас, значит, на вот то, что там в скобках написано. 2πRt, значит, 2πRt разделить на t dt. Вот, а теперь этот интеграл можно спокойно разбить на 2. ДИНАМИИ БУК БУК Субтитры сделал DimaTorzok Почему спокойно можно его разбить? Потому что функция теперь гладкая Видите, она гладкая И поэтому f от x минус t минус f от x То большое от t Поэтому здесь особенностей нету А все это на самом деле Давайте вот так даже напишем Чтобы совсем было понятно Давайте напишем, что это интеграл По очень большому промежутку Симметричному Существует l Зависит от x Такое, что это все равно такой штуке Просто надо взять настолько большой промежуток Потому что носитель сдвинутой функции f от x минус t в нем уже лежал Тогда все будет хорошо Ну и тогда вот при вычитании константы Значит, с нечетной функцией получится все равно 0 От нее, так что вот так вот Вот, значит, вот этот интеграл мы оставим А что касается вот этой вот штуки То она стремится к нулю при r стремящейся бесконечности Почему? Потому что здесь тоже стоит суммируемая функция Ведь мы, смотрите, интегрированы по конечному промежутку И функция это уж ограниченная А здесь стоит косинус Там чего ты быстро колеблюешься Теорема Риммана-Любега Теорема Риммана-Любега Вот Значит, вот Мы сделали это преобразование И значит, это уйдет к нулю Это функция суммируема Это функция суммируема Что мы интегрируем по конечному промежутку Она там ограничена Так Значит, она суммируема Мы умножаем на косинус вот с r вот здесь Вот, да, по риммане Риммана-Любега Стремится к нулю Интеграл с косинусом таким вот колебрующим Для каждого Для каждого x, r свое А x мы фиксировали, да А-а-а И фиксировали l свое для каждого x То есть это вот функция от t как при фиксированном x? Да, конечно, да-да-да Да, окей Вот При фиксированном x как функция от t она суммируема, значит Когда интегрируем с косинусом получается такое вот Вот Значит, получилось такое вот Вот, а теперь После того, как я это написал Я хочу все-таки Эту самую f от x вспомогательную убрать Значит, что отсюда следует Отсюда следует, что Значит, если f у меня вот такая вот То для каждого x f от x f от x Есть интеграл в смысле главного значения Значит, от минус бесконечности до плюс бесконечности f от x минус t Делить на t dt Значит, вот как оператор записывается По крайней мере, на хороших функциях он записывается так Это преобразование Гильберта, да? Это преобразование Гильберта, да h преобразование Гильберта Да, один на пи запропустил, который там и должно быть Значит, тем самым h Это просто преобразование Гильберта С которым мы познакомились на первом курсе, правильно? Доказали, что он просто липшит свой сохраняет, да? Доказали, что липшит свой сохраняет, да? Вы не захотели бы это что? Вы получились бы вот с оператором p? Нет, с оператором p не получил бы преобразование Гильберта Получился бы немножко другой Ну вот не совсем та функция здесь получилась бы Получились бы похожие свойства Похожие свойства не единицы Было бы что-то, имеющее такую же особенность Но это же легко считать, что бы там было, понимаете? Потому что, значит, вот p – это тождественный оператор Плюс и на h пополам Так что, что там будет, понятно, значит Ну вот как-то так Тождественные операторы, как в виде Сверкина писать Не очень понятно Но, на все умение, значит... По вашей формуле, h в каком смысле Мнимая часть p или что? Ну да, конечно Только f – сама функция комплексная Поэтому, да, да Вот Вы тогда не сильно захотели слушать Но я доказывал, что оно непрерывно в липш своих классах Помните, да, значит? Я даже помню, что спустя два года Я еще еще помню Что? Я еще помню, что спустя два года Ну, по крайней мере, сдавать вам не нужно было Это то есть Вот Разве? Нет Но я в экзамене не включил этот вопрос Не было? Не было Вот Ну а вот теперь наша задача доказать, что эта штука непрерывна в альпе После перерыва, да Еще я должен вычислить этот самый оператор на окружности Там не единственная т будет, там другая функция появится Еще раз подчеркну вот специфику всего этого дела Значит, вот этот интеграл, в смысле главного значения Он существует, если я в гладкое и финитное, да, значит Ну вот тем самым приемом существует, оказывается Вычитанием значения Фаттей Он существует во всех точках, просто во всех точках Он существует, если я в гладкое и финитное С другой стороны, понятно дело, что эта штука должна почти всюду Совпадать с тем самым hf, которое у нас было изначально Потому что там тоже предел, значит, подточечный почти всюду И все хорошо, значит, вот для гладких и финитных функций Наш оператор h записывается вот так вот Для произвольной функции fsl2, ну, совершенно непонятно пока Можно так написать или нет Вообще непонятно будет ли существовать этот самый интеграл в смысле главного значения Есть, тут не дифференцирование, тут не суммируемая особенность Помнишь, что такое интеграл в смысле главного значения, да? Или не очень? Давайте я напомню, значит, вот По определению это такая штука Это предел при ε стремимся к 0 Интеграл, значит, единица на π Интеграл от минус бесконечности до минус ε Сейчас Ну и лучше так Интеграл по r минус симметричный отрезок, содержащий точку 0 Вот такой вот f от x минус t t залить на t dt Значит, мы выкидываем симметричный отрезок, содержащий особенности И, значит, вот Переходим к пределу То, что он существует для гладких f Мы на первом курсе с вами проверяли, значит, и Делается таким же образом Просто вычитается f от x отсюда, значит Там тогда особенно собирается Но интеграл от f от x этой функции, значит, от константы Он по симметричному отрезку все равно дает 0 Так что Вот Значит, вот так Значит, эта формула верна на гладких фенитных функциях Вот Но с другой стороны Даже если мы знаем этот оператор всего лишь на гладких фенитных функциях Он дальше почти Дальше он полностью определен Потому что они образуют плотное множество вольт-2 Значит, мы знаем заранее, что вольт-2 он непрерывен Поэтому вот Кстати говоря, из этой формулы совершенно непонятно, почему вольт-2 непрерывен Хорошо Теперь То же самое На окружности Давайте считаем, что будет там Про это он отложен, да? Ну Мне же и про окружность надо предоказывать Вот Не отложим Да Ну хорошо, это мы помним Это мы помним Просто на окружности такое же вычисление, только получается не единственная, а другая функция Значит На окружности Значит Для определенности Что функция f гладкая Значит hf от Ну давайте Значит Самую окружность развернем напрямую Будем считать, что у нас функции все 2пи периодические Значит Это так проще hf от t Это Сумма по Ну Предел Сразу запишем Предел Преосменической бесконечности Сумма по n маленькому Не больше n большого Значит Минус i Сигном n маленькая f с крышкой от n e в степени i nt Вот так, да Вместо интеграла Сумму пишем Что? Ну как Вот мы берем Коэффициенты фурье Да Умножаем их на эту самую функцию Сигном, да А потом Из новых коэффициентов фурье Вставляем ряд фурье Вот он такой Сходимость вольт 2, да Сходимость вольт 2, да Ну раз вольт 2, а т Значит и померят, да Значит там Какая-то последовательность Почти всюду сходится То есть Мы докажем Что для гладких Это сходится куда-то там То значит Этого штука и будет Этим самым Ашин Да Вот Ну а теперь Давайте на эту сумму Посмотрим Значит Сумма Вот по таким индексам Ну Снова тут Значит Надо посмотреть На две суммы От единицы Значит Член с n равным нулю Исчезает Его не будет совсем Значит На сумму от единицы До n И от минус n до единицы И там Будут знаком Это все отличаться Да Значит Знаком будет отличаться Сейчас Как бы это сказать Лучше Но не так Рано Значит Сначала Вот так вот Напишем Что это Равно Сумме Такой же Вот А напишем Что такое Сент-Фурия Значит Единица Поделить на 2π Интеграл От Минус π До π F От S Е в степени Минус И Н С Значит Д С Ну и там То что осталось Умножить на Значит Е В степени И Н Т Вот такая Вот вещь Получается И Значит Все Тем самым Равно Единица Поделить на 2π Но это Стандартное Вычисление Там В общем Когда у нас Возникает Произведение Каких-то Коэффициентов Фуриета Значит Когда мы Переходим Обратно Свертка Получается Собственно Это хочу Написать Сейчас Так Интеграл От минус π До π F от s А вот Здесь Вот будет Такая Штука Сумма По Н Маленьким Не больше Н Большого Значит Минус И Да А сигнум Я пропустил Да Значит Минус И Сигнум Н Вот здесь Должно быть Вот здесь Вот Значит Минус И Сигнум Н Е В степени И Н Т Минус С Так Вот Вроде бы Да Вот так Вот Получается Вот То есть Получился Интеграл Получилась Свертка Нашей Функции С чем-то Там Вот С этой Штукой Надо Ее Вычислить Значит Вот Теперь Отдельное Вычисление Пускай Н Вот Там Скажем Тау Или от Ум Это Сумма По Н Маленьким По Модулю Егорщиков Большое Минус И Сигном Н Сигном Н Значит В степени И Н У Может быть Не очень удачно Потому что С Н Путается Все время Так Так Ну И все Да Вот такая Вот Функция Нам Надо Ее Вычислить Ну Вот Теперь Эта Сумма Разбивается На Две Естественно Значит Одна По Н От Н Большого Другая По Н От Минус Н Большого До Минус Единицы И Они Легко Переписываются В Одну Сумма По Н От Единицы До Н Большого Значит Вот От Первой Суммы Будет Минус И Вот На Эту Штуку Вот Давайте От Второй Значит Е В степени И Н У Минус Е В степени Минус И Н У Вот Так Вот Значит Минус Из-за Сигнума Из-за Отрицательной Части Этого Ряда Приотрицательных Н Ну и Вот Так Но Опять же Вот Вы Видите Что Все Очень Похоже На То Как Мы Интегрировали Значит Здесь Остается Да Остается Удвоенный Синус На И Умножить Да И На Минус И Даст Единицу Так Значит Два Сумма По Н От Единицы До Н Большое Синус И Н У Вот так Да Вот Значит Удвоенная Мнимая Часть Е В степени Что Там Будет Е В степени И У Я Вынесу Значит Один Множ Чтобы Начать Суммирование С Единицы Вот Здесь Вот Тут Будет Тогда Е В степени И Н Большое У Минус Один На Е В степени И У Минус Один Вот Так Да Вот Но Теперь Тут Хочется Так Удобно Вести Функцию Е В степени Вот Поделить Вот Это Вот И Знаменатель На Е В степени И У Пополам Да Значит Вот Так Ну И После Этого Что Там Сейчас Надо От всех И Избавиться От Миней Чести Значит В Знаменателе Будет Опять же Удвоенный Синус Значит Двойка Уйдет Уйдет А что будет В числителе А в числителе Будет Что Двойка Уйдет В числителе Будет Е В степени И Н У Минус Один Вот Так Но И вот Это Просто Через Синус И косинус Распишем 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 Вот Так Вот Получится Значит Косинс Отсюда И сюда Написал Единицу После умножения На ней Дают Как раз Обнимую Часть А дальше Там Оставится И Синус Значит Когда Я Подберу На ней Оставит Что-то Вещественное Значит Это Нас Не Интересует Вот Таким Образом Получается Что А куда Делось Дет Степени И У Пополам Вот Тут Которая А Да Есть Степени И У Пополам Еще Простите Пожалуйста Да Есть Степени И У Пополам Надо Еще Кот Его Записать Так Значит Не так Просто Да Сейчас Так Побольше Места Надо У Так, сейчас вроде ничего не пропустил, да? Значит, я просто умножил числительно это самое. Вот, ну, давайте пишем. Вот, и нас интересуют только чисто мнимые члены, правильно, здесь? Вещества я могу опустить. Значит, будет синус n плюс 1 вторая у. У, значит, косинус, как раз вещественный, значит, косинус n плюс 1 вторая у минус косинус у пополам. Вот, на синус у пополам. Значит, остальное я могу пропустить из-за мимой части, да? Вот, ну, и после того, как я эту самую мимую часть вычисляю, днис на это минус си, значит, с этим минусом все уйдет, значит, получится вот что. Получится просто, значит, катангенс у пополам минус косинус n плюс 1 пополам на у поделить на синус у пополам. Но, опять же, у всей этой функции целиком в нуле нет особенностей. У катангенса в нуле особенность примерно как единица на у, как 2 на у, да? А здесь тоже, потому что у синуса такая же, значит, у единицы на синуса такая же, а эта штука равна единице в нуле. Так, так что у этой функции в нуле особенностей нет. И поэтому, что же мы можем написать? Что на окружности hf от t равняется пределу, по крайней мере, в l2 при n стремящей бесконечности. Значит, вот, значит, единица поделить на что там, на 2π вроде, да? Это нехорошо, что на 2π. Мне хотелось бы на π поделить. А где я пропустил еще одну двойку? Что? Нигде не потеряли. Все было правильно, да? Ну, пишем, как есть. Единственное, 2π должна быть из формулы ликоэффициента Фурье, значит, мы это все вот, вот она тут стоит, да? Значит, вы вычислили эту штуку, да? Вот, ну и поскольку свертка, то я могу, опять же, здесь вот написать иначе. Значит, у меня hf от t, f от t минус s умножить на вот эту вот вещь. Вот так. Котангенс s пополам минус косинус n плюс 1, вторая, s разделить на синус s пополам. ds, вот так. Ну вот, а теперь я хочу сказать, что если f гладкая, то, опять же, этот интеграл можно разбить на 2, вот, с этой штукой и с этой, в смысле главного значения оба. Вот, и второй интеграл устремится к нулю, опять же, по ляме Риммана-Лебега. Точно так же, давайте вычтем отсюда f от t, так? Эта функция снова у нас нечетная, вот и это, и это. Поэтому f от t я могу отсюда вычесть. Тогда у функции, которая тут стоит, в нуле будет, по s, как функция от s, в нуле будет нечет, что компенсирует особенность вот этих двух слагаемых. Значит, я смогу разбить интеграл на 2, и вторую интеграл устремится к нулю, по ляме Риммана-Лебега. Точно так же, как было, вот, значит, у меня, вот, до этого. Где-то все-таки потеряли двойку, значит, потому что, ну, вот, не должно быть. Ладно. Вообще получилось следующее, что если f гладкая, то... Хотя, может быть, ничего, не знаю. Значит, hf от t, hf от t, есть интеграл в смысле главного значения, ну, от минус π до π, теперь не от минус бесконечности, а от минус π до π, значит, f от t минус s, а то будет катангенс, значит, s пополам ds. Да, и единица на 2 пища. Нет, наверное, все правильно, потому что, вот, в случае прямой у меня было чистое единицы на t, а тут получается что-то эквивалентное 2 делить на s, там, поэтому это самое, двойка, правильно, да. Вот. Ну, а эта функция, которая ведет себя тоже как единственная, примерно, как и в случае прямой, да, только вот она более такая заковыристая, поскольку вы на окружности, а такая вот тригометрическая получилась. Вот. Значит, это тоже называют преобразованием Гильбетона прямой. На окружности. То есть место единицы на s здесь стоит единица на π на единицу на s, здесь стоит единица на 2π поделить на катангенс s пополам. Ну, в общем, так сказать, такая вот поправка. Вот. Теперь, что я хочу сказать, что все действия с этими двумя формулами, значит, вот без них нам непрерывность в Lp тем методом, который я хочу избрать, не доказать. Значит, все действия с этими двумя формулами в прямой на окружности примерно одинаковые. Ну, потому что мы должны справиться с несумбируемой особенностью типа единицы на t. Ничего больше нам не надо. Вот. Поэтому давайте я буду доказывать непрерывность техоспиратов Lp напрямой, вот, а про окружность скажу, ну, а там так же. Действительно будет видно, что там действительно так же, значит, вот ничего, никакой разницы особенно нет. Но тут можно все слова проговорить, которые я говорил про преобразование Гербета напрямой, что когда такая формула написана, почему этот оператор ограничен в L2, непонятно. Да, мы знаем, что на ограничен в L2, потому что он равен тому, что мы написали с самого начала. Но когда написано так, то непонятно, почему на ограничен в L2. Вот, это только через преобразование Фурье видно. Вот, чтобы преобразование Фурье, вот, если у вас уже такая формула, чтобы перейти к преобразованию Фурье, он может преобразование Фурье катангенса вычислить неким образом, с несуммированной особенностью. Ну, вот, так сказать, от 1 на Т там еще можно как-то, а от катангенса это хитрее, если вы так вот прямо начнете вычислять. Понимаете, фактически доказал, что обратное преобразование Фурье, вот, что с некой последовательностью, значит, это есть катангенса. А вот в другую сторону вычислить не так легко было бы. Но неважно, хорошо. Так, ну, вот, прежде чем я перейду к доказательству, значит, давайте еще некую вещь поймем про эти самые оператражу. Давайте с круга начнем, вот, в круге это проще. Вот, пускай у нас имеется некая функция F, или U, скажем, U из L2 на окружности, и вещественная. У вещественная. Вот. Ну, и давайте посмотрим, значит, что значит она вещественная, как это в терминных коэффициентах Фурье выписать. Ну, вот, вот, U с крышкой от N равняется 1 на 2π интеграл от минус π до π U от t E в степени минус INT dT. Значит, раз она вещественная, то, значит, значит, смотрите, если я черту подставлю этим интегралом, черту, да, то с U ничего не произойдет, а здесь плюс поменяется на минус. Так? Если она вещественная. Поэтому, значит, если U вещественная, то U с крышкой от минус N равняется U с крышкой от N и с чертой. Вот так вот. Значит, коэффициенты Фурье тогда симметричны вот в таком смысле. Вот. И легко понять, что обратно тоже верно. Почему обратно и верно? Потому что наша же функция на 02 начинает восстанавливаться своим рядом Фурье, правильно. У от E и S, скажем, равняется сумме по N всем натуральным. У с крышкой от N и в степени I N, S. Вот так вот, да? И если мы знаем вот такое соотношение, то просто взяв здесь комплексное сопряжение, мы увидим, что функция вещественная, что у черту равна U. Значит, на самом деле эти вещи эквивалентны, да? Вот. Поэтому вот такое замечание. Значит, если я в качестве В возьму H, U, то В тоже вещественная. В тоже вещественная. Ну, потому что, что же, я коэффициенты Фурье, вот у него коэффициенты Фурье оба были такие. Я их умножил на минус I сигнум N, да? Понятно, что после этой операции это самое соотношение сохранится. Минус I сигнум N, вот если я сюда ставлю, ну, ясно, да? Так что это самое наше преобразование Гильбертона, оно переводит вещественные функции вещественные. Вот. Ну, теперь вот возьмем эти самые две функции U и V, и давайте попробуем просуммировать, значит, их ряды Фурье по Абель и по Ассону, да? Что там у нас будет? Вот. Вот. Значит, ну, надо просто умножить члены этих самых рядов на R в степени N, тогда они станут сразу запрещены сходящимися, очень хорошими. Ну, а тут будет то же самое с V. Так. Вот E в степени I, P, N, T. Вот такая вот вещь. Значит, а теперь давайте вот здесь поставим I и сложим это дело. Грубо говоря, я беру U плюс и V и суммирую ряд Фурье этой функции по Абель и по Ассону, да? То есть не грубо говоря, а точно вот так вот, да? Вот. Вот. Что получается при суммировании по Абель и по Ассону ряда Фурье первой функции? Это получается при суммировании сигнум N, да? Это сигнум N. Вот. Но что тут видно? А видно тут, что, когда мы это все сложим, то члены с отрицательными индексами уйдут, да? Значит, что останется? Останется вот что. U с крышкой от нуля на R в степени 0, да? Что можно не писать. Правильно. Плюс сумма по N больше и равенными единице. А, значит, эти все коэффициенты пойдут с индексом 2. — А R в степени N по N в целом? — R в степени что? — Модулен. Ну что тут? — А, модулен. Да-да-да-да. Конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Спасибо большое. Вот так суммируют по Абель и по Ассону. Значит, не так я описал, да? Вот. Ну вот. А теперь я... Теперь, значит, эти самые коэффициенты члены с N меньше нуля уйдут, и останется вот такая штука. Значит, 2 U с крышкой от N. Теперь уже N только положительные остались. R в степени N, значит, на E в степени INT, да? Вот. Ну а тут E в степени IN0, значит, просто констант. Да? Вот. Теперь, если мы примем наше стандартное обозначение, что Z – это R на E в степени INT, да? То мы увидим, что здесь получилась аналитическая функция. Так? Значит, теперь, что такое суммирование по Абель и по Ассону нашей функции на окружности? Получаются функции, опять же, от Z, которая гармонична в круге, да? На Z, R, E в степени, без R. Да, 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 да. И T. Вот. Здесь получается степенной ряд тогда, значит, Z в степени N, да? И получается аналитическая функция. Он сходится хорошо, значит, там, вот из-за этих самых, да? Вот. Получается аналитическая функция. Теперь, что такое вот это вот? Это некая гармоническая функция в круге, да? Это тоже некая гармоническая функция в круге, потому что, получается, значит, суммируем по Абель и по Ассону, значит, ряда Фурье функций на окружности, да? Вот. Тем самым, с чего мы начали? Мы взяли функцию на окружности, взяли ее стандартное гармоническое продолжение в круг с помощью то ли интеграла по Ассону, то ли суммирование, значит, из-за чего нехли решили, да? Вот. Теперь взяли функцию В, с ней вот H оттуда, да? И с ней сняли то же самое, получили другую гармоническую функцию. Выяснилось, что эти две функции в круге являются вещественными частью некой аналитической функции. Значит, они же обе вещественны, правильно? Значит, У была вещественна, В вещественна, значит, их ряда Вера по Ассону тоже задают вещественные гармонические функции. И тем самым, значит, H, У — это функция, это вот что такое, это сужение, это граничное значение, граничная функция для функции, сопряженной с интегралом по Ассона для У. То есть это H может так вычислить. Вот мы берем функцию на окружности из Л2, скажем, ну или, может, получше даже какая там угодно, гладкая, пусть триометрическое блюдо, чтобы все было в порядке совсем уж, да, вот, продолжаем ее единственным образом, не вещественную, продолжаем ее единственным образом гармонически в круг, вот, там берем гармонически сопряженную, которая в нуле обращается в ноль. значит, да, не в ноль, а вот, ну вот, в нуле нехорошо, значит, вот там, ну да, которая в нуле обращается в ноль, действительно, потому что тут вот из-за сигнала будет только один раз эта штука, которая в нуле обращается в ноль, и сужаем ее на окружность. Скажем, если мы начали с какой-то очень гладкой функции, с триометрического полинома, например, то все эти операции, можно не спрашивать, в каком смысле они верны, да, все они имеют смысл, да, и тогда вот получается HF, вот таким вот сложным способом, да, значит, если вы берете функцию на окружности, решаете задачу Дерехле с этой самой функцией, берете у полученной функции гармонически сопряженную, а потом снова сужаете ее на окружность, то вы получаете HU, да? Ну, можно еще раз просмотреть? Ну, вот возьмите в качестве U что-то совсем простое, пусть это будет неотрицательный триометрический полином, да? Вот, взяли этот самый полином, мы продолжили гармонически его в круг, то есть вот написали такую вот, такую штуку, да, значит, как функция Z, получилась гармоническая функция, да? А, взяли сопряженную? Взяли сопряженную к ней, да, и сузили ее на окружность, то есть сопряженная тоже триометрический полином, правильно, и его можно сузили на окружность, не спрашивая там, в каком смысле существуют эти граничные значения, вот, вот, ну и тем самым, что делает этот оператор? Он по граничным значениям гармонической функции восстанавливает граничные значения у сопряженной, так, ясно, да? Вот этот момент ясен, значит, поэтому U, значит, там, это самое H, и сейчас часто называют оператор гармонического сопряжения. Синоним слов преобразования Гильберта. Ясно почему, да? Так, теперь ясно. Теперь ясно. Оператор гармонического сопряжения. Значит, на прямой примерно то же самое. Ну вот, опять же, пускай U, ну из L2, R, можно считать для наших целей, что она какая-нибудь хорошая, там, гладкая, аффинитная, если хотите. А можно не считать, вообще, здесь не очень будет полезно. Давайте не вымите чего-то такого считать. Вот, как выписывается решение задачи Дерехлева в верхней полуплоскости с этой функцией? Ну, понятно, как мы с вами это проходили, да? Вот, в который ядро полосов мы считали. Значит, вот, есть такая функция U от TX в верхней полуплоскости. Это, значит, ядро поассона T от X свертка, Pt от X, Pt свертка с U в точке X. Вот, а я напомню, что в случае плоскости Pt от S, это просто единица поделить на Pt поделить на T квадрат плюс S квадрат. Вот такая вот вещь, да? Ну и мы с вами там разными способами, значит, доказывали, что получается гармоническая функция верхней полуплоскости от двух переменных от X и T, да? Вот, теперь давайте через V обозначим преобразование Гильберта нашей функцией U. Вот, и пусть V большое – это соответствующая гармоническая функция. с плюсом. Такая же формула, значит, V от TX – это Pt звездочка V от X. Теперь, так же, как в случае окружности, легко доказать, что если O вещественно, то и V вещественно. Ну, либо посмотрев на преобразование Фурье, либо, может быть, если у нас достаточно гладкая и фенитная, то можно посмотреть на преобразование Гильберта, там понятно, что на вещественные функции вещественные переводят. А можно преобразование Фурье посмотреть, там точно так же, значит, функция вещественная, тогда преобразование Фурье симметрично, значит, в том же смысле, как было. Вот. Ну и, значит, вот хочется теперь посмотреть на U большое плюс I. V большое, значит, это окажется аналитическое. Вот проверим, что эта аналитическая функция от Z равняется T, сейчас X плюс ИТ. Так вот. Значит, вот у нас R1 было, а верхняя плоскость вот здесь, вот здесь вот бегает параметр T, значит, проверим, что это аналитическая функция. Но как-то проверить, значит, как вот и в случае окружности, мы это проверяли с помощью чередов Фурье, значит, а здесь, конечно, легче всего с помощью преобразования Фурье это сделать, потому что вот U с крышкой, ну, что это такое, U с крышкой, это U маленькая, U с крышкой там от чего, от XI, от T XI, это U маленькая от XI на E в степени минус 2Pi, 2Pi, значит, T модуль XI. По XI преобразованию Фурье делаем. По XI, по XI делаем преобразованию Фурье. Вот. Преобразование Фурье и дрополсоно такое же, ведь, правда? С вами хорошо этим позанимались как-то целый час, да? Значит, то же самое, U с крышкой от XI на E в степени минус 2Pi T XI, так? Значит, преобразованию Фурье по XI, а T, так сказать, у нас бегает как свободный параметр. Вот. Ну, и теперь понятно, что если эти две вещи сложить, умножить преобразованию вторую на I, то я получу нечто такое, значит, вот чего же там будет? V, значит, U с крышкой от T XI плюс I, V с крышкой от T XI, это будет равно нулю, если T, если XI меньше нуля, из-за сигнума, да? Так, а если XI больше нуля, то это будет равно, значит, так, тут будет плюс, да? Это 2U с крышкой от XI, E в степени минус 2Pi T, и я могу писать без модуля XI, потому что… Открупилось I. I не надо, совершенно верно, 2Pi T, и XI я могу писать без модуля, потому что XI сейчас положительная. Вот, ну теперь, значит, чтобы посмотреть на оригинал этой функции, значит, в полуплоскости… Там сколько у меня времени-то осталось? Минута. Минута, да? Давайте посмотрим на оригинал этой функции в полуплоскости, значит, вот… Так, U от T X плюс V плюс I V от T X. Что же такое будет? Значит, надо просто взять преобразование Fourier от T функции, правильно? Обратное, да? Значит, интеграл, он будет всего лишь от нуля до бесконечности, потому что, значит, на минус… на той полуоси тут просто ноль. Значит, вот, ну, двойка будет U с крышкой. Что-то в нуле нам неинтересно, потому что это теперь множество меры ноль. У с крышкой от X, значит, E в степени минус 2Pi T X, E в степени 2Pi X X D X. Вот такая вот вещь. Ну и так напрашивается эти две вещи объединить в одну, да? А почему минуса нет? Где? Обратное преобразование Fourier. А, да, да. Обратное преобразование Fourier. Шмелся – это хорошо. Был бы минус, то было бы плохо. Так, значит, X 2Pi вынесем, да? Значит, что же тут будет-то? X плюс И T на XI, вот так вот, да? Тут был минус, и вот он и сохранился при T, да? Значит, до XI. Вот, а теперь смотрите, что у нас тут происходит. У нас тут T положительно. Это мы находимся в верхней полуплоскости, да? Значит, когда я все эти и учту, вот вещественная часть этого показателя-экспонента – это будет просто минус T, правильно? То есть, вот, значит, когда T положительно, то этот игрок со страшной силой сходится. Видите? XI положительно тоже, да? Поэтому в этой самой экспоненте будет вещественная часть положительно отделена от нуля. Там еще он сходится со страшной силой. Вот. Ну, и поэтому видно, что вот если эта штука – это Z, ну что, тут стоит аналитическая функция от Z, правильно? Вот. Мы ее как-то интегрируем, но и ничто нам не мешает, поэтому Z продифференцировать и увидеть, что есть комплексная производная. Вот. Так что, что же получается? Получается, что это функция аналитичная. Тем самым V – это опять гармонически сопряженная Q. Так? Вот. И тем самым рецепт снова как у нас был на окружности. Значит, вот мы берем функцию напрямой, берем, решаем задачу дирехлепа о ней. Значит, вот вещественную функцию напрямую взяли и решили задачу дирехлепа полуплоскости. Значит, продолжили ее гармонически полуплоскость. Вот. Там взяли гармонически сопряженную, но она даже вот нормирована неким образом. Гармонически сопряженная не единственная, правильно? Значит, она автоматически нормирована каким-то образом. Я уж не буду обсуждать каким. Вот. Константа эта, которую можно вычесть, она вот тут зафиксирована неким образом. Вот. Взяли эту самую гармоническую сопряженную. Вот. И посмотрели решением какой задачи дирехлепа она является. Она тоже является решением какой-то задачи дирехлепа. И вот та функция на границе верхней полуплоскости, из которой она получает, из которой она происходит, это и будет гармонически. Это и будет H, U, да? То есть снова это оператор гармонического сопряжения. Граничный. Так. Ну вот конперируемость я не успел подойти. Значит, в следующий раз у вас будет 4 часа. Я все успею. Спасибо.